Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и продолжаем с вами следить за всеми событиями, которые происходят не только в городском округе Люберцы, но и далеко за его пределами. Как вы знаете, этот год был у нас особый, не устаю об этом повторять, как, собственно говоря, наверное, все мы прекрасно понимаем, что 2020 наверняка уже завойдет в историю как год непростой. В том числе он касается и одной замечательной, на мой взгляд, акции, одной традиции, которая уже теперь у нас существует, которая называется «Бессмертный полк». В этом году, к сожалению, 9 мая пандемия внесла свои коррективы, но акция живет. Даже, наверное, уже слово «акция» здесь не совсем подходит. Это целое направление, течение. И сегодня у нас в гостях руководитель регионального деления «Бессмертный полк России» Московской области Валерий Анисимов. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Вот сразу же хочу сказать, ну, наверное, аж готовились в этом году к «Бессмертному полку». Ну, вот все так получилось. В итоге решили и приняли решение и летом его не проводить. Но, тем не менее, я понимаю, что это уже почти такое целое движение на сегодняшний день. Вот расскажите, что такое «Бессмертный полк России» в Московской области? Что за организация такая? Безусловно, готовились к шествию, как и каждый год. К сожалению, оно не состоялось в том формате, в котором привыкли. Уже, наверное, стало традицией для каждой семьи ходить в шествии вместе со своими близкими, со своими родственниками. Причем не только в России, но далеко за ее пределами. Безусловно, в наше движение входит более 200 координаторов в 115 странах мира. Поэтому шествие «Бессмертного полка» действительно идет по всему миру. И это очень хорошо. Это говорит о том, что люди едины во мнении и в оценке тех событий, которые происходили в те годы. А это уже сейчас называется как движение. То есть начиналось все с такой акции, да? Начиналось это с акции. Сейчас это движение общероссийское гражданско-патриотическое «Бессмертный полк России», в рамках которого проводится на самом деле не только шествие, но и много других различных реализуются мероприятий и проектов. В этом году я бы все-таки хотел, наверное, обозначить важный момент для всех, потому что шествие «Бессмертный полк» для каждого – это такой, наверное, уже святой день. Но так как в этом году, к сожалению, случилась ситуация, когда нам всем пришлось воздержаться в… Вспоминать дома, находясь дома, да. То есть мастер-воспоминания никто не забрал, но мы просто не могли все вместе выйти. Да, в этом году шествие прошло в формате онлайн. Прошло на самом деле грандиозно, широко. Это еще один показатель того, что это востребовано сейчас людьми, это нужно, это необходимо. И, наверное, мы будем думать в рамках «Бессмертного полка» сохранить этот формат, предложить его тем людям, которые по каким-то причинам не могут принять участие в шествии. В этом году на шествие в формате онлайн зарегистрировалось порядка трех миллионов человек. Трех миллионов человек. И шествие посмотрели более 25 миллионов раз. То есть это по всем, ну, как бы, с помощью интернета, по всему миру, можно сказать, да? Да, да, безусловно. К сожалению, не обошлось без ситуации, когда нам пытались сорвать шествие. Об этом многие знают, об этом много говорят. Но усилиями... Это вы имеете в виду ту историю, когда были хакерские атаки? Хакерские атаки и попытка неправильных фотографий, да? Да, их... Назовем их так. К сожалению, их разместили. Действительно, разместили в тот момент, когда как раз система была под угрозой. Вот. Но, тем не менее, благодаря нашим партнерам, благодаря тем администраторам, которые работали на этом проекте, шествие состоялось. Я вот сейчас хотел бы, чтобы мы сразу на этом вот нехорошем моменте остановились. Есть даже дела судебные, да, связанные с этой историей, когда были размещены, не будем называть этих людей, да, которые... И я так понимаю, что теперь вы подготовлены к такому варианту атакам, потому что, с одной стороны, хакерская атака – это вообще, когда пытаются, чтобы сайт упал. А с другой стороны, когда под предлогом разместить фотографию, разместить какую-то информацию, когда действительно такое количество участников, то очень трудно отследить, кто чего размещает. То есть, я так понимаю, вы теперь научены этим горьким опытом, и, наверное, ваши люди подготовлены к такого рода событиям. Правильно я говорю? Безусловно, вы правы. И благодаря как раз таким людям, и профессиональным историкам, и волонтерам, которые очень сильно помогли, у нас работало над этим проектом порядка 4 тысяч человек. 4 тысячи человек вручную отсматривали все заявки, поступающие на шествие. И благодаря этому на шествие состоялось. Хорошо. Немножко еще о движении вернемся, потому что у нас здесь, вот видите, столько всего интересного. Это все сегодня мы вам покажем. То, что находится перед нашим гостем, перед Валерием. Тут у нас игра есть, и книга, и не просто игра, а, можно сказать, компьютерная игра в глобальном смысле этого слова. Но я хотел бы вернуться к движению. Это волонтерское вообще движение? То есть люди там… Люди работают за идею, откровенно. То есть каждый помогает информацией, какими-то организационными вещами. То есть, безусловно, это организация, которая, наверное, ну сейчас принята волонтерские, наверное. Да. Да, организация именно такая. А штаб-квартира в Москве у нее, да? Штаб, есть центральный штаб в Москве, в Музее Победы находится. И, естественно, в каждом региональном отделении, в каждом субъекте страны есть региональный штаб, региональный исполком. Но, конечно, это все не имеет помещений. То есть, либо это какая-то дружественная организация, ну, либо это такой формат удаленной работы. Хорошо. Я помню, что еще до появления Бессмертного полка, который, как мы помним, зародился в Томске, до этого еще момента с помощью Министерства обороны, с помощью архивов работали сразу несколько сайтов, куда человек мог зайти, забить фамилию своего родственника и обнаружить документы, награды, где воевал. Вот я таким образом, я-то знал, что вот мой дедушка, но я увидел просто этот указ, который там напечатан. Я увидел его фотографии новые, причем где-то они достали, которые, как бы, видимо, из архивов потихонечку наполняются. И вот сейчас я был недавно в Московской области в парке Патриот, где открылся музей. И с помощью, вот опять же, этого, как скажем, механизма я смог найти тоже своего дедушку. Там оно так интересно появляется в таком виртуальном варианте. И, конечно, это совсем другие ощущения. Вот я хотел сказать, вы как-то сотрудничаете с этими сайтами, с архивами, с какими-то военно-историческими? Ну, у нас есть военно-историческое общество. Сотрудничаете вы с историками военными, профессиональными? Или это все-таки пока на любительском уровне? Вы знаете, безусловно, работа, которую ведет Бессмертный полк по сохранению памяти, по содействию в поиске информации по близким, потому что к нам также обращаются люди со всей страны, да даже со всего мира, обращаются с просьбой найти информацию о своих близких. Да, пишут нам на почту, на нашу официальную. Поэтому, безусловно, мы со всеми организациями, и с Музеем Победы, и с Центральным архивом, и с Российским военно-историческим обществом, и с Российским историческим обществом, то есть и с поисковым отрядом России, безусловно, мы со всеми сотрудничаем, мы все партнеры в рамках реализации всех наших проектов совместных. Но единственное, я бы здесь, наверное, хотел чуть-чуть поправить. Да. Когда вы сказали, что движение зародилось в Томске, не совсем так. Есть маленькие уточнения, есть различные трактовки. Действительно, шествие зародилось чуть-чуть раньше в Тюмени. А более уже системный, такой вот организованный порядок, оно действительно перешло именно в Томске. Ну, то есть с журналистским обслуживанием, когда журналисты решили... Там уже не только журналисты, там действительно это было организовано чуть шире, то есть там были и люди подключены. То есть в организационном плане оно имело более широкий, наверное, формат и масштаб. И да, дальше уже распространилось на всю страну, ну и, соответственно, уже когда президент прошел в первых рядах шествия бессмертного полка, это уже пошло по всему миру. Все поняли, что это навсегда, да? У меня вот такой еще вопрос. А какова цель? Вот я прекрасно понимаю хоронить память, сохранять и так далее. Наверное, это зависит от тех людей, которые выходят с портретами своих родственников. Некоторые, может быть, впервые пытаются найти где-нибудь в пыльных ящичках, поднять ордена, медали, почитать за что, почему, выяснить. То есть они знают, что у них есть, но они не всегда смотрят и так далее. Какова все-таки глобальная цель этого проекта? Это личная эмоциональная вовлеченность в те события, оценить вклад своих же близких в то настоящее, которым сейчас мы пользуемся и имеем возможность благодаря им жить. Вот личная вовлеченность, когда плечом к плечу, со своими близкими, когда в архивах, это непростая работа с архивами, я думаю, вы это знаете, эти телезрители знают, те, кто пытался найти информацию, это сделать довольно-таки сложно. Так вот, когда мы реализуем опять же наши проекты, о которых чуть попозже, наверное, поговорим. Да, во второй части мы расскажем, что у вас за игра здесь. И не только. И не только игра, да. Да, так вот, вовлечение через семью, через историю семьи, мы идем к истории страны. Вот тогда люди действительно ощущают мощь, тогда они, наверное, страны в целом, те заслуги наших предков, через что они прошли, оценили это. И, наверное, уже через это идет и любовь к стране, и любовь к своей малой родине, к своим близким. То есть это тот самый патриотизм. Да, это тот самый патриотизм. Ну, а есть предел у этой программы? Вот я задам такой, может быть, каверзный, с точки зрения журналиста, вопрос. Есть предел у памяти? Вы знаете, я думаю, время влияет на события и на людей. Десять лет назад, двадцать лет назад мы, наверное, и не думали о том, что эта память может когда-то, или более того, тем более, эта память может уйти куда-то. Сейчас все чаще встречаются и в открытых источниках, и публичные многие люди с государств-партнеров наших, так называемых, озвучивают какие-то иные трактовки тех событий. К сожалению, мы, уже исходя из тех исследований, которые проводят с различными организациями в нашей стране, во всех субъектах, среди и подростков, и детей, и молодежи, видим ситуацию, когда чувство сопричастности к тем событиям, патриотизма, гордости за страну, знания, элементарные знания, они, к сожалению, уходят на второй план, на периферию. Когда мы анализировали проекты 2020 года, с чем мы пойдем к людям? Кроме того, что это, безусловно, это шествия, кроме того, что это уже наши состоявшиеся проекты, мы проанализировали различные исследования, посмотрели. И оказалось, что в конце 2019 года буквально исследования были, оказалось, что всего 63% детей в возрасте от 10 до 18 лет исследования были, считают себя патриотом. – Как интересно. – Вот простое такое слово, а считаете ли вы себя патриотом, всего 63%, а хотели бы остаться и видеть себя в России, всего 59%. – Ну да, есть такие, да. – А гордятся своей страной в качестве гордости, вспоминают победу своих же предков в Великой Отечественной войне, вот как думаете, какой процент? – Ну, думаю, что меньше. – 6%. – 6%. И еще меньше. – Очень странная цифра. – Да. Цифра на самом деле очень… – Опять же, смотря какое исследование, как вопрос поставили. – Вы знаете, вопросы, естественно, да, мы это анализировали, смотрели, и мы эти исследования перепроверяли в ходе своих мероприятий, на встречах с молодежью, с такими же группами в течение 2020 года такие проводились, такая проводилась работа и срез мнений. И вы знаете, в действительности они подтвердились. – Ну, хорошо, мы сейчас сделаем паузу, конечно, неожиданно немножко цифры. Тем не менее, сейчас мы поговорим о том, как все-таки конкретно вокруг вот этого движения, теперь уже Бессмертный полк России, можно развивать самые разные направления, чтобы привлекать как людей пожилого, среднего возраста, так, конечно же, и молодежь. После небольшого перерыва вернемся в студию программы «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях Валерий Анисимов, руководитель регионального отдела «Бессмертный полк России» Московской области. В первой части мы поговорили, наверное, об истории и о том, как это все начиналось, о том, как работал «Бессмертный полк», несмотря на пандемию в 2020 году. Прежде чем мы приступим вот к тем замечательным экспонатам, тут как раз слово подходит, потому что речь идет все-таки о прошлом, но со взглядом в будущее. Скажите, пожалуйста, есть надежда, что в 2021 году «Бессмертный полк» состоится как обычно? Или все-таки вы будете разрабатывать еще какие-то варианты новых подходов? Мы же не знаем, как будет ситуация с пандемией. Вы знаете, мы надеемся, что тот формат, онлайн-формат, который был проведен в 2020 году, он перейдет и в следующий год. Но, естественно, мы надеемся и мы верим в это, и уже сейчас такая практика показывает, что «Бессмертный полк» идет глубже. То есть люди выходят в небольших поселениях. Есть случаи у нас, когда в маленьких деревнях люди выходили всего несколько человек. Выкладывали фотографии, естественно, через соцсети это все можно отследить. Поэтому я уверен в том, что «Бессмертный полк» будет и в том же формате, и в онлайн-формате. Ну и еще один такой вопрос. Говорят, что на последних акциях якобы были люди, которым выдавали какие-то фотографии, молодые люди, студенты или просто приглашенные, но чуть ли не за деньги, чтобы они просто создавали какую-то видимость. Об этом говорилось во многих средствах массовой информации. То есть кто-то это опровергал, а кто-то наоборот высказывал, что и показывали фотографии, что лежат эти фотографии. Это действительно было или это моменты? Вы знаете, наверное, такие случаи, возможно, имеют место. То есть исключать какие-то моменты. Я думаю, что никто не хотел перестраховаться, потому что в организации шествия в таком формате, как это проходят другие различные массовые мероприятия, какие-то различные политические силы или кто-то участие не принимает. То есть участие добровольно. И более того, мы когда общаемся с органами власти, безусловно, по организации мероприятий, почему? Потому что это безопасность. Ну да, там дорогу надо перекрыть. Безусловно, это люди с детьми, это пожилые люди, которым, соответственно, необходимо помочь, добраться, если у них есть такое желание, и принять участие в шествии в том формате, в котором они желают. Поэтому где-то это могло случаться. Хотя, если честно, мы таких случаев, навязывания каких-то вещей, мы их не наблюдаем. У нас есть декларация, где мы рекомендуем никому не предлагать, не навязывать, и, соответственно, чтобы это была добрая воля людей. Это главная наша задача. Но вы же понимаете, что иногда начальник может сказать, что, конечно, добровольно, но должны быть все. А зачем? То есть у нас же никакие KPI нигде не снимаются. То есть мы анализируем, безусловно, количество участвовавших в шествии, безусловно. И здесь Московская область, кстати говоря, в передовиках, в хорошем смысле слова, потому что одно из самых больших количеств участников шествия. Но мы такие ни задачи не ставим, ни региональным отделением. Нет смысла. То есть никто как бы не проверяет эту отчетность, что вот у нас было 100 человек, а у вас 20. Надо подтянуть. Мы никуда не отчитываемся. Мы информируем, что да, у нас прошло такое-то количество, безусловно. Но никаких отчетов мы никуда не сдаем. Это никуда не нужно. Я сейчас задавал вам вопросы, которые, как мне кажется, очень важны, чтобы понимали. Тем более вы человек, который принимает участие уже в этом движении. В финале я еще один вопрос задам, сложный. А сейчас давайте поговорим о хорошем. У вас тут целый набор. Книга. Я так понимаю, какая-то игра или какое-то подобие игры. Потом синий конверт, который называется «Неизвестный знаменосец». Вип-реконструкция. И, наконец, у вас есть планшет. И вы, знаете, как в кулинарных программах, какой-то рецепт нам приготовили. Вот расскажите, что это такое? Как это? Кто придумал? Для чего это? Безусловно. Есть такой рецепт. На основании уже прошлых анализов, исследований, о которых мы говорили, мы, соответственно, в год памяти и славы пришли с перечнем проектов. Безусловно, вот вы назвали книгу. Книга, наверное, это наше все. Это наша, что называется, информация. То, откуда мы в прошлом питали знания. И сейчас до сих пор, дай бог, чтобы люди у нас больше читали на самом деле. Но у нас была издана вот такая книга «Человек на войне». Это непридуманные истории, где люди со всей страны проводили исследования и описывали истории о событиях, произошедших со своими близкими. История включает почти 400 таких непридуманных историй, которые были проанализированы по ряду. То есть люди просто писали вам, да? Это был конкурс, который проводился в 2017 году. По результатам этого конкурса ряд работ у нас, соответственно, вошли в книгу. Ряд – это порядка 400. Ну да, вот я смотрю. Среди которых у нас порядка 7 работ из Московской области. 7 работ из Московской области. Да, по итогу вышла такая книга. Давайте теперь поговорим об игре. Вот что это за игра, как она работает и какой у нее основной принцип? Да. В рамках реализации наших проектов мы столкнулись с замечательной командой молодых разработчиков, которые сделали не просто игру для детей, они сделали ее в том формате, который воспринимает молодежь. В понятном для них формате. В формате дополненной реальности. Игра «Великая Отечественная война», которая описывает события 1941-1942 года, «Вопросы подготовлены профессиональными историками». 240 вопросов с ответами. Формат викторины. В игру можно играть как в семье, так и в школе, например. То есть сейчас… Да, школы хорошо, кстати. Замечательно. На самом деле, и более того, это воспринимается школьниками. Мы это уже сейчас ощутили. В течение сентября-октября мы взаимодействуем с учебными заведениями. И в рамках патриотических различных сборов, которые проходят в Подмосковье, с юной армией мы много проводим мероприятий. И играем такие командные соревнования, командные викторины. Давайте мы покажем, потому что время уходит. Как это работает? Замечательно. Значит, здесь у нас есть необычная карта. Да. Она вот так раскладывается, как столик. И что интересно, это карта, на которой существуют коды. Да? Да. Здесь ход событий. Вот покажите, просто приподнимите, чтобы мы вот так ее увидели. Так, 41-й год с теми событиями, которые происходили. И, конечно же, в большей степени это охватывает битву за Москву. Тем более для Московской области это очень важно. Это очень актуально. Да, и она сейчас в этом году как раз в большинстве своем распространяется именно в учебные заведения Московской области. Бесплатно, конечно же. И это 42-й год. Да, со всеми, соответственно, событиями. Принцип действия очень простой. Можно играть как с обычными карточками, с вопросами, легкие вопросы. Ну, подобно тем играм, которые сегодня есть, да. Но можно еще играть в формате виртуальной реальности, в дополненной реальности. Чуть-чуть разные понятия. Я раньше этого, например, не знал. Да. Когда можно навести на карту, и появляются у нас объекты. С помощью техники, с помощью карходов вы как бы оживляете картинку, и она превращается практически в компьютерную игру. Да. В которой о каждом объекте идет подробный рассказ. И это все дополненная реальность. Я думаю, что те, кто живет в интернете, понимают, о чем идет речь. И много-много информации. То есть это не просто игра по карточкам, а это игра, которая может продолжаться довольно долго. Можно придумывать разные конкурсы. Абсолютно, да. Это 240 вопросов пройти. Если у кого-то есть сомнения, то можно на обратной стороне QR-код посмотреть, отсканировать и узнать подробную информацию со всеми документами архивными по тому событию, которое описано. Это у нас еще один проект, который также в том формате, который воспринимается молодежью. VR. Да. Виртуальная реальность. Так. В этом году мы запустили проект. Проект «Знаменосцы Победы». Проект рассказывает об истории водружения знамен. Вот так, чуть-чуть. Знамен Победы. Вот так вот. Разверните. Знамен Победы. Подержите. Над Рейхстагом. Многие у нас знают. Кантария, Егорова. Но в действительности тех бойцов, тех героев, которые водружали знамена Победы с 30 апреля по 2 мая... Их много. Их на самом деле больше 50 человек. Это разные штурмовые... С разных точек, да. Штурмовые разведывательные группы. Это где-то были организованные группы, где-то это в инициативном порядке бойцы. Бойцы пытались водрузить знамена. Где-то это были обычные полотна, сшитые из матрасов. И вот проект, например, в части Московской области, рассказывает о 12 флагах, об истории водружения 12 знамен. И в частности, отдельно мы рассказываем об двух наших знаменосцах, которые имели отношение к Московской области. Это два руководителя групп, которые 30 апреля в числе самых-самых первых штурмовали Рейхстаг. Понятно. Это группа лейтенанта Семёна Сорокина и группа Владимира Макова. Лейтенанту Сорокину и его группе в Музее Победы установлена диорама. И как раз вся его группа там установлена. И тот флаг, который водружён был над Рейхстагом, водружала как раз группа лейтенанта Семёна Сорокина. Урожайство по Москве. Какая она история. Нам надо завершать. Но, ещё секундочку, буквально. Игра чем уникальна, тем, что в формате VR детишки могут войти в штурмуемый Рейхстаг, сам лично попытаться выдрузить знамя Победы, как это делали красноармейцы. Они попадают в ту ситуацию, вернее, в то время, созданное по сотням архивов. И такой программы сейчас нет. Всё, что видит или слышит человек, полностью отражает тот день. И те орудия, которые там звучали, всё это согласно тех документам. Понимаю, что это не последний проект. Нам надо уже завершать. Скажите только, кто придумал название «Бессмертный пол». Ну, вы знаете, наверное, придумал народ. Придумали люди. И это стало, наверное, таким вот продолжением хорошей, доброй идеи и традиции. Валерий Анисимов, руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Московской области. Спасибо вам большое. Ну, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова